Многие из нас немного суверны. Возможно, мы не все носим с собой соломку, чтобы перекинуть соль через плечо, но у всех нас есть счастливые числа или счастливые майки. Ну а что если фильм ужасов основан на реальных событиях? Достаточно ли этого, чтобы заставить понервничать даже самых стойких из нас? Итак, вы на канале Киноохота. Начнем. Большинство поклонников вселенной ужасов знают, что заклятие основано на реальных материалах дела Эда и Лоррейн Уоррен, мужа и жены исследовательской группы, получивших известность как в мире паранормальных явлений, так и в индустрии развлечений, благодаря режиссеру Джеймсу Ванну. Сценаристы, режиссеры и продюсеры заклятия и его сиквелов подробно консультировались с реальной Лоррейн Уоррен вплоть до ее смерти в 2019 году. Эд – ветеран Второй мировой войны и бывший полицейский, а Лоррейн – профессиональный медиум. Уоррен называли себя исследователями паранормального и пользовались поддержкой Ватикана, часто консультируясь с католической церквью по поводу определенных случаев. Заклятие по воле дьявола – это третья часть в этой устрашающей серии фильмов, в которой подробно рассматриваются дела семьи демонологов. Как следует из названия, фильм поведает о настоящем уголовном деле Арнешайна Джонсона, который пытался оправдать убийство одержимостью демонами. Это был 1981 год. 19-летний арборист Арнешайн Джонсон и его 26-летняя подруга Дебби Глацель жили в квартире над брукфельдскими питомниками, где она работала на их домовладельцем. 40-летнего Алана Бонна. 16 февраля 1981 года пара отдыхала дома с тремя родственниками Джонсона. Была обед и музыка, но Бонна сильно выпил, поэтому Дебби решила, что пора гостям уйти. В результате чего возник спор между Джонсоном и домовладельцем, во время которого Джонсон 4-5 раз ударил его пятидюймовым пирочным ножом. По словам начальника полиции, это было вполне несложное дело, но последовал большой ажиотаж СМИ после оглашения стратегии защиты обвиняемого. 33-летний адвокат Марти Минелло утверждал, что младший брат невесты был одержим демонами, и что местные священники не смогли избавить мальчика от его адских мучителей. И в попытке спасти мальчика обвиняемый надсмехался над демонами, что и привело к насилию, за которое Джонсон не может нести ответственность. Местные юристы поговаривали, что адвокат действовал в целях саморекламы, и что ему это удалось. Но это выдумка ли адвоката? Или констатация им факта? Не было никаких сомнений в том, что Джонсон убил Бона. Но в редком видеоинтервью, сделанном для документального фильма о паранормальных явлениях, Джонсон и его невеста объяснили, что Джонсон не был первым человеком в их семейном кругу, который стал одержимым. За несколько месяцев до убийства молодая пара снимала загородный дом. Там ее 11-летний брат Дэвид в слезах рассказал, что злой дух, которого он назвал стариком, толкнул его на водяную кровать, оставленную предыдущим арендатором. После этого Дэвид повсюду видел старика. Мальчик говорил странными голосами, кричал ужасные вещи и яростно набрасывался. Его обеспокоенная мать поначалу звала священников, но результата не было. Затем позвала Уорренов, предварительно увидев лекцию пары о привезениях. К этому времени Уоррены стали регулярно навещать семью. Дэвид неоднократно упоминал об убийствах и ножевых ранениях, говорит Лоррейн. Мы сидели как на пороховой бочке. Мы знали, что в мальчике было 43 демона, сказал Эд Уоррен журнала People в 1981 году. Мы потребовали имена, и Дэвид дал нам 43. С этим демоническим диагнозом Эд и Лоррейн выполнили то, что они называли «три малых экзорцизма», чтобы спасти Дэвида. Первый из которых состоялся в церкви святого Иосифа в присутствии четырех священников. Сообщается, что во время одного из этих ритуалов Джонсон умолял зверя оставить мальчика и забрать его вместо Дэвида. Глацель говорит, что после этого ее кавалер начал вести себя странно. «Шайн впадал в транс», — сказала она. Он рычал и говорил, что видел зверя. Но позже он ничего не помнил об этом. В свою очередь церковь отрицала, что был совершен какой-либо экзорцизм, но тем не менее священники, причастные к этому делу, были перевезены в другие приходы. По словам епископа Бриджпорта, он отказался санкционировать католический обряд, потому что семья не согласилась на психологическое тестирование, необходимое для устранения психического заболевания как одного из факторов. В ноябре 1980 года мальчик был назван семейным врачом вполне нормальным и был зачислен в частную школу для детей с нарушениями. Анонимные источники описали Джонсона как спыльчивого человека и крайне собственнического отношения к девушке, которую он называл своей женой. Прокурор и полиция придерживались своего простого объяснения. Домовладелец сделал непристойное замечание под руки Джонсона и двое мужчин подрались, прежде чем Джонсон ударил Бона ножом. По словам прокурора, в этом деле играл роль другой тип демона – алкоголь. Водитель скорой помощи, приехавший на место убийства, подтвердил, что Дебби и ее отец стояли рядом с телом. И она постоянно повторяла. «О, папа, он не хотел этого делать. Ты же знаешь, как он себя ведет, когда напивается». В итоге присяжные назвали Джонсона виновным в непредумышленном убийстве, а не в убийстве. Адвокат Минелло поклялся подать апелляцию, но так и не сделал этого. Джонсон получил максимальное наказание от 10 до 20 лет, но был освобожден за хорошее поведение после отбытия чуть более 4 лет. В 1985 году, за год до того, как его выпустили из тюрьмы, пара поженилась и жила в Шермане. У них два сына и два внука. Она была помощником медсестры, а ее муж работал прорабом. «Но теперь прошлое в прошлом», – сказала она. «Мы живем нормальной жизнью». Пара оставалась вне поля зрения общественности с момента освобождения Джонсона. Однако после возобновления интереса к фильму «Заклятие по воле дьявола», ее брат в 2021 году сообщил, что сестра недавно скончалась. Адвокат же продолжал утверждать, что слышал записи Дэвида, говорящего именно о 42 демонов, на латыни. И что начальник полиции Брукфилда обязан был дать показания, что видел, как ребенок левитировал. «Если ты веришь в Бога, ты должен и верить в дьявола», – сказал адвокат. Эд, скончавшись в 2006 году, так и не увидел ни одного фильма «Заклятие». Но Лорен, умершая в 2019 году, дожила до двух первых фильмов. Лорен Уоррен судилась из-за указанной лжи в ее книге «Дьявол в Коннектикуте». Впервые опубликованный в 1983 году «Дьявол в Коннектикуте» стал совместным усилием Уорренов и автора Джеральда Бридла. Когда книга была готова к переизданию в 2006 году, Дэвид Глацель и его старший брат Карл подали в суд на Бридла и Лоррейн. Эд уже скончался к тому времени. За посвягательство на право на неприкосновенность частной жизни, клевету и умышленное причинение эмоционального страдания. Карл, которому тогда на момент злополучных событий было 16, сказал прессе, что все это было розыгрышем, созданным Уорренами. Он утверждал, что поведение Дэвида в 1981 году было вызвано не демонами, а не выявленным психическим заболеванием. «Когда мы были детьми, это был настоящий ад», — сказал Карл агентству Ассошеид Пресс в 2007 году. «Это был просто кошмар, и я не собираюсь проходить через это снова. И мой брат тоже». Иск братьев был отклонен, однако им все же удалось добиться того, чтобы книга была изъята из печати. Мнение ученых сильно расходится. Критики называют их шарлатанами и обвиняют в подтасовке фактов. Но все неоднозначно и сложно, поэтому пусть каждый сам решает, что это — мошенничество или неизученная сторона жизни. Ну а вы были на канале Киноохота, и до новых встреч!